Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я хочу поделиться с вами о своем уходе за волосами. Но сегодня необычное видео, помимо того, что я открою свой секрет об уходе за волосами. Это видео я снимаю не одна, это совместное видео вместе с блогером Алена Ти. Молодая, приятная девушка, которая тоже ведет свой блог об уходе за собой, о макияже, об учебе. Также она похудела на 2 кг за одну неделю, и тоже рассказывает и делится, как она это сделала. Также она правильно питается, и также рассказывает, что за питание. В общем, многое другое. И что касается волос, у вас есть два выбора, не только как я ухаживаю за своими волосами, но также как ухаживает Алена за своими волосами. Так что, если будет интересно, обязательно проходите по ссылочке и смотрите видео. А мы с вами начнем. Начнем активно вести свой канал. В принципе, особо никакие вещи не поменялись, но я, когда приходила ко мне подружка, сделала ей мой обычный уход за волосами. Она была в восторге. И говорит, что, 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 как бы я говорю, ну, наверное, скорее всего это, если ты никогда этого не делала. Так что я сейчас вам открою мой секрет. Чем я мою голову? Каким шампунем? Сейчас я нашла для себя более-менее нормальный шампунь. Это Сиберия. В принципе, я никогда не была привередлива прям к шампуням, только от них, если не шелушится голова, там, и не появляется перхоть, да. От Натура Сиберика шампунь для всех типов волос, объем, уход. У меня все нормально, все прекрасно, нейтральный запах, который никак мне не мешает жить. Что главное, что шампунь мы должны подбирать именно для кожи, не для волос, там, третье, четвертое. Ну, как бы это хорошо, да, чтобы для волос, но очень важно коже, потому что шампунь у нас остается на коже, воздействует на кожу головы, да, вот где-то досюда. А остальное мы уже используем всякие маски, спрей и так далее, и они уже делают наши волосы прекрасными. Поэтому шампунь я вот ищу именно, чтобы кожа головы не сушилась, ничего с ней не было. Значит, шампунь Сиберия. Дальше, маски. В принципе, по большому счету, может быть, и не важно, какую маску вы используете. Хотя важно, конечно, чтобы она была жирная, чтобы волосики были классные. Но самое интересное, что во время мытья, когда вы наносите маску, я всегда расчесываю свои волосы. Вот своей подруге я это и сделала, я ей нанесла маску. Какую, неважно, например, вот Амвей, да, у меня маска. Неплохая маска, хорошая, ну, как бы, как многие другие, да. Как Эльцеф бальзам, тоже неплохой, мне очень нравится. Единственное, что мне не нравится, это Глескур, который мне не нравится запах. И, в принципе, эффекта никакого, который за одну минуту делает там волосы. Так что не советую вам его покупать, хотя я его уже использовала весь поскорей-поскорей, чтобы нормальными запахами пользоваться. И Тиандэ, вот такой бальзамчик, мне не понравился, тоже не понравился запах и тоже не особо сильный прям там эффект волос. Но, тем не менее, я ими пользуюсь и просто наношу их больше-больше, да. И самое интересное, что я просто беру вот такую расчесочку и прям под маской расчесываю волосы. Девчонки, если у вас сильно запутанные волосы под лаком были или еще что-то, например, вот у меня часто вот здесь вот под волосами, да, там, если я хожу и у меня что-нибудь высокое, может быть, из одежды, то у меня появляются тут вот прям, знаете, и потом не расчешешь под волосами. И все всегда, то есть я волосы на сухую не начинаю драть, если их пора мыть уже, то я иду под воду их, маской как следует, и вот сначала крупненькой расчесочкой, потом тоненькой расческой я расчесываю все это под бальзамом или под маской. Во-первых, что хорошо, что это легко расчесать, во-вторых, наша маска или наш бальзам, он тогда пропитает каждую волосинку, потому что если у вас волосы запутанные или еще что-нибудь с ними, да, и вы наносите вот просто, да, вот бальзамчик, который просто, он не везде, он не каждый волосочек обволакивает, а нам нужно это, нужен этот эффект. Поэтому я нанесу сначала как следует бальзама, потом я все это расчешу, как следует, чтобы прямо они были ровненькие, да, потом, если нужно, я еще сверху бальзамчик нанесу и подержу какое-то время. В принципе, там, где нужно держать даже 5 минут, я держу 2-3 минуты, и всегда волосы прекрасные. И еще это не самое основное, что я делаю с волосами, да, потому что когда я выхожу, для меня основное это спрейчики и масла всякие, обязательно. После того, как я вышла из душа, немножечко, немножечко, может быть, в полотенце высушились мои волосы. Один, кстати, парикмахер мне давал совет, чтобы я полотенцем не терла волосы, потому что это очень плохо для волос, для кончиков, они могут начаться сечься, ну, в общем, травмируют волос, поэтому просто заматываю в полотенце, сушу какое-то время. Дальше я приобрела вот такой вот, ну, скин, напка называется. Это такая водичка на гиарлоновой кислоте, то есть она удерживает очень хорошо влагу. Если вы помните, я пользовалась всякими капсулами, до сих пор у меня стоят, у меня вот эта часть головы сушится. Все мои подруги уже об этом знают. Я не знала, как об этом, от этого избавиться, но теперь... Вы знаете, даже все равно иногда и кожа головы, знаете, вот у меня бывает, что я прям, когда выхожу из душа, мне прям вот кайф вот почесать, прям ее, я прям чувствую, она стянута немножечко, да. И вот эта вот напка, она вообще супер отличная, она стоит где-то тысячу с лишним, если со скидкой, да, будет. Я оставлю внизу ссылку, если кому-то будет интересно. У меня уже почти закончилось, потому что я ее все, волосы, тело, лицо, все делаю. И у меня, то есть, ну, волосы вот прекрасные, то есть нету ничего, ну, ни перхоти, ни шелушений, избавилась я полностью от этого. Первым делом я беру и, ну, делаю просто спрей на мои волосики. Сзади, по бокам, тогда моя голова, она просто чувствует свежесть и увлажненность. Дальше я использую спрей. Опять же, Glisskur купила, мне не нравится его запах. Ну, и судя по тому, какой бальзам, такой, я думаю, и спрей. Поэтому он у меня целый, я себе купила другой. До этого у меня был, да, прекрасный запах. Сейчас у меня вот спрей Pantene. Мне очень нравится запах, он такой свежий, классный. И очень классно после него расчесываются волосы. В общем, после этого я использую вот такой вот спрей, который придает еще больше расчесываемости волос, потому что у меня волосы, ну, на концах пожженные. В принципе, они всегда, даже когда были не крашены, в детстве, мама мучилась с тем, чтобы мне их расчесать. Это, ну, то есть, волосы очень сильно путаются. После этого, как я нанесла бальзамчик, да, может быть, их чуть-чуть подсушила. Масло, опять же, Glisskur, но мне не нравится запах масла, я покупала себе. Еще оно осталось. Но оно мне не нравится, я наношу масло на кончике вообще. Вот, мое любимое масло, оно уже закончилось, надо покупать. Здесь невероятный запах, это Schwarzkopf. Вот, смотрите, вот так вот. Отличное масло. Причем, знаете, был момент, я забыла, когда ездила в гости, я забыла взять это масло. И у меня было только кокосовое. Я думаю, ну, почему бы не попробовать масло, и в Африке масло, да. Я нанесла кокосовое масло на свои волосы. Потом попыталась все высушить. Нет, это не одно и то же, девочки. У меня волосы были жирные, как будто я просто их не помыла. Просто они жирные. И, то есть, от этого масла, если мы нанесем, даже если его много нанесем на влажные волосы, и потом посушим, волосы будут вот, пожалуйста. То есть, ну, чистенькие и пушистенькие, да, грубо говоря. Ну, пушистенькие, в смысле мягкие и так далее. Они не оставляют жирного такого за собой налета. А кокосовое масло оставила. И вообще, я, конечно, думаю, ну... То есть, масло маслу рознь. Это специально для волос масло, и оно суперклассное. У него невероятный запах, после которого у меня целый день настроение. И на следующий день, как духи прям такие сладенькие, классные. Вот и все, в принципе, что я вам хотела сказать об уходе. Дальше я сушу волосы обычным способом. Феном, расчесочкой вытягиваю их немножечко. Они, в принципе, сами по себе у меня ровные. Вот такие вот вещи. Если вы не пользовались, если вы не расчесывали никогда волосы, то попробуйте, это очень круто. И посмотрите, какие будут мягкие и шелковистые ваши волосы. Вот такой вот мой секрет. И если мое видео было вам полезным и интересно, может быть, вы узнали что-то для себя новое, то ставьте лайк обязательно. Если у вас появились вопросы по поводу каких-то средств или еще что-нибудь, то пишите мне в комментариях, я отвечаю всем. И вообще, я люблю болтать в комментариях. Пишите. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И увидимся с вами в следующем видео. С вами была Селена Свой. Пока-пока.